Всем добрый день! У нас новый день, новый влог. Хотела показать, что у меня сегодня приготовил муж. Ну а я еще буду ставить тесто на хлеб. Так, показываю, что приготовил. Здесь у нас вчерашний суп гороховый. Кстати, Егор, есть еще гороховый. Тут каша манная с изюмом. А здесь грибной суп со своими грибами замороженными, не магазинскими. Так, дорогие мои друзья, поставила я тесто на хлеб. Будем поэтому сегодня хлебушек вкусный, свой домашний хлебушек стряпать. Ну а сегодня на улице опять мороз, поэтому я маленьких не повела сегодня в садик. У меня было утром минус 25, хотя, ну вот, все, кто пишет салю, у них минус 27, минус 28. Короче, мне градусник пора менять. Мне уже давно говорили, что у меня неправильно показано. Я чуть не верила, но сегодня вышла сама на улицу, поняла, что да, у меня по ходу дела вообще неправильно показывает. Градусник, смотрите, сколько снега, почти до окон. Вот снег. Вон снег уже виден. А дурить. Видите, по забору. Забор у меня тут хотя бы по шее у меня идет. Вот и получается. Я тут провалюсь. Он по саму шею. В снегу. Пишите, какая у вас погода? Ну вот у нас пока еще морозы стоят. Я очень надеюсь, что завтра будет тепло. У нас сегодня даже в садике манту ставили, а я же не повела детей в садик. Ну и ладно, потом в поликлинику съездим, деньги будут. Машинку сломал. Выкидывай в мусорку. Ваня машинку сломал, говорит. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня и хорошего настояния. Оставайтесь с нами. Решила я выйти на улицу. У нас очень холодно, морозы на улице. Так в целом нормально все. Хорошо. Но ветер очень холодный. Смотрите. Там у нас котельная за домом. Там вот остановка, все уже знают. Ладно, пойду прогуляюсь немножко. Так, поставила я уже хлеб настаиваться. Я обычно вот так по половинке ложу и вот здесь вот в силиконовая форма. И тут еще останется еще на раз, на две-три, ну так же на три булки, наверное, хватит. Получится булок шесть сегодня испеку. Сейчас поднимется хлебушек и будем ставить в духовку. Примерно 160-170 градусов на час. Поставила, ребята, я выпекать хлеб. Проходит 40 минут. Хлеб развернула. Думаю, ну что он у меня не запекается. Нифига. У нас духовка сгорела. Сейчас муж ждет, когда она... Она поначалу включилась, видимо, все. Чуть-чуть хлеб корочкой покрылся и все, и перестала работать. Сейчас муж будет, остынет духовка. Будет смотреть, достали хлеб тенок, говорит, холодный, и все. Пипец, если я еще и без духовки останусь. Ну ничего, сейчас муж, он ее уже не первый раз чинит. Уже много раз ее чинил. Поэтому сейчас починит. И буду дальше допекать хлеб. Вот такие вот у нас приключения. Захотели домашнего хлеба поесть, да, Оксана? Духовка старая уже. Но вроде пекет, ничего. Че ей уже больше 10 лет. Ничего. Сейчас муж починит, и будем допекать хлеб, и будем с вами вкусный домашний хлебушек кушать. Вот так всего у меня хлеб испекся. Сейчас ждем, когда папа духовку починит, и будем дальше его выпекать. Теперь, мне кажется, я знаю, на что я буду отклаживать деньги. На новую духовку. Такую же маленькую, чтобы можно было удобно поставить и стряпать хлеб. Ладно, сейчас посмотрим, да стряпается. Нет, все нормально будет или нет. Муж, по идее, починил. Сейчас этот испеку, и тут уже тесто подошло. Опять надо следующее будет стряпать. Так что, если интересно, оставайтесь со мной. Так, поставила вторую партию хлеба делать. Думала, на 6 было, отказалась на 5. Первую партию испекла. Вот такие вот. Ну, вот с силиконом, вы видите, немножко прилипает. Ну, не прилипает, а подгорает. А остальные, в принципе, нормальные булочки. Сейчас немножко остынет, и будут детки кушать. Это сейчас подойдет в форму немножко, и поставлю в духовку выпекать. Так, дорогие друзья, вторая партия хлебушка готова. Тут у меня дети уже хлеб поели. Этот покромсали, правда, немного. В разрезе, вот он, видите, какой получается. Но это из-за того, что у меня духовка сломалась, он немножко постоял, и вот все равно немножко не такой получился. Мне все равно как-то вот не нравится. Хотя дети говорят, мама, очень вкусно. Сейчас этот тоже вытряхну из формы, и пусть стоит. Всем, кому понравилось, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Сегодня у нас на улице аж минус 33, у кого-то минус 39, у кого-то аж больше 40. Короче, мороз, ни детей, ни в школу, ни в садик не стала отправлять, все остались дома. Вот такие вот у нас новости. Чем собираюсь заниматься? Сейчас все покажу. А я поставила варить холодец. Решила, что буду варить холодец. Давно что-то не варили. Что-то ничего такого неохота. У меня есть у меня желудок очень сильно болит. Не знаю, вроде ничего такого не ела. Вырвала с горечью полный. Видать, желтый что ли, что-то. Не знаю, в чем, короче, проблема. Ну, будем надеяться, что будет все хорошо. Ладно, варим холодец. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. Это самое главное. Вышла я на улицу. У нас потеплело. 22 градуса пока. Но еще не факт, что дальше потеплеет. Пошла я, ребята, на почту прогуляться заодно на... Ой, меня что-то шатает аж в разные стороны. Там Светина лампа пришла. Мы ее еще перед Новым годом заказывали. Она хотит заново возобновить, учиться делать маникюр. И вот сегодня наконец-то она пришла. Я уже продавцу писала, где лампа. Почему ее нет, он повторно отправил. Повторная лампа пришла. А так, где-то так и гуляет. Непонятно где. Тайсон здесь. У нас солнышко вышло. Сегодня аж 33 было. У кого-то 39, у кого-то 40 было. Градус. Короче, очень холодно. Что, Тайсон, тявкаешь? Что ты тявкаешь? Да ты мой хороший. Тайсон, сейчас в морозы больше кормим по три раза в день. А так он всегда два ест. Да, Тайсон? Шо? Тайсон? Да, ты хороший мальчик. Все, дорогие мои друзья, сходила я на почту. Сегодня хочу сказать огромное спасибо своей подписчице. Она мне подсказала, что мне выпить. Какие таблетки, не спиртное сразу говорю. Потому что сегодня мне хреновенько было, потому что рвало мне горечью какой-то, но, скорее всего, это желчью было. И она мне подсказала. Она мне пишет такие названия лекарств, которых я даже и не знаю. Огромное тебе спасибо. Мне немножко легче стало, но пока не сильно. В целом, я забрала посылку с Китая. У этой посылки вообще большая-большая история. Потому что шла она еще с ноября месяца. Должна была в декабре прийти. В декабре она потерялась где-то. Потом написала продавцу. Продавец вернул деньги. Заказал у другого продавца. Другой продавец потерялась где-то на пути. В оконцовке он ее повторно отправил. И пришла Свете лампа. Это всем лампа. Да, будет учиться. Уже другая, Света, не такая, как у тебя. У нас, я знаю, была лампа. Но провод там потерялся. И вот такая вот лампа. Для маникюра. Будут опять заново учиться они. А тут даже с 36-90 уже не маркером написано, а прям выделено. И не стираться не будет. А? А, я думала, это ты говоришь. Вот, наконец-то дошла. С ноября месяца. Зашла я в магазин, взяла молока 3 литра, сахара 2 килограмма и 3 булки хлеба. Ксюша. Смотрите, как сидит, слушает меня. Ксюша, ты колокольчик еще не оторвала, да? Ох, она как колокольчики свои любит. Да. Холодец у меня варится, продолжает. Как сварится, будем с вами делать холодец. А, блин, надо было чеснок, да, взять? Ну ладно, что есть, то есть уже. Чеснока просто нету. Ау. Ксюша научилась, сама дверь открывать. Я пью, чтобы для пельменей. Для пельменей мясо есть. Ваня, отойди оттуда нельзя. Спасибо. Вот такие вот у нас новости. Если вам интересно, оставайтесь с нами. И спасибо огромное всем, кто мне подсказал, что и как пить, и кто вообще общается со мной. Ну что, мы крепкие, мы сильные, мы справимся. Пока. Продолжение следует...